Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Николай Запорожец, сибирский казак. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители, рязанцы! – Николай Михайлович, Вы разрабатываете новый патриотический проект «Стоявшим насмерть во имя жизни». Расскажите о нем. – Да, этот проект я назвал именно так – «Стоявшим насмерть во имя жизни». Впервые эта задумка начала реализовываться в Республике Казахстан в 1996 году. На слияние реки Ульба-Иртыш возводили памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны. Вот на этом памятнике я отработал месяц. Бесплатно, естественно. Возникает вопрос, или даже спрашивали, потому что эта информация была озвучена или написана в областной газете «Рудный Алтай». Как и зачем вы сюда пришли? Ну, я пришел по зову сердца, потому что мой родной дядя, Запороз Василий Николаевич, погиб под городом Киевом. И я посчитал своим долгом, что здесь нужно вложить не только свою память, но и труд. Все застоялось, но я решил пойти дальше. Я так поняла, вы разработали определенные награды. Расскажите, кому их предполагается вручать? Да, но эта награда не боевая, первая. Это награда в память о погибших на поле брания за отчизну. Почему вот такая формулировка? Потому что в старославянском языке слово «отчизна» означало «земля предков». И цель была сохранение памяти о тех людях, которые отдали жизнь в семье, роду и в обществе. Но частично, частично в роду, в обществе эта задача была выполнена, потому что событийные вещи в виде памятников, мать-героиня, поклонная гора, различные памятники, захоронение Новодевичье кладбище или Марсово поле, имела место быть. А вот такая вот персонализация, к сожалению, ни в Советском Союзе этого периода, ни в Российской Федерации не присутствовала. Хотя до 1917 года нечто подобное практиковалось в Российской империи, в том числе и в Германии. И это подвинуло на то, чтобы расширить, то есть не одну медаль сделать, а сделать награду вот эту вот в память. Подчеркиваю, я несколько раз буду, наверное, говорить об этом, что в память. Это награда за выполненный долг воина или даже не воина и гражданского населения, которое, значит, участвовало в этой войне в партизанских отрядах, там, в качестве, ну, в любых качествах, когда нужно было наносить урон своему врагу. Цель вашего проекта, расскажите о ней. Мы решили, у меня уже появились соратники, но один из них я вам назову, Алексей Кучинский, профессиональный военный, пограничник, который долгое время служил, подполковник. Вот. И мы начали работу в этом направлении. И родилась идея, она стала расширяться, провели круглый стол представители общественных организаций. Ну, хочу сказать, конечно, идея всем очень понравилась, но началось, что надо вот это добавить, вот то изменить, то все, пятое-десятое, значит, вот. Но нельзя только помнить о том, что было с 41-го, 52-го года. Надо помнить и сегодня, что наша страна и многие военные выполняют воинский долг по защите рубежей своей страны и выполняя определенные задачи по сохранению мира в ближнем и дальнем зарубежье. Ну, как пример, может быть, Сирия, все об этом знают. Чечня, значит, конечно, это внутренний конфликт, но тем не менее это была война. И опять же я говорю, на этой войне в двух компаниях мы потеряли по скромным подсчетам 250 тысяч нашей страны. Награда, она не дает льготы, она просто служит для памяти, да, для истории. Она служит для памяти в роду, в семье, с тем, чтобы вот как-то дисциплинировать человека. Я всегда вспоминаю слова нашего знаменитого актера Вильямина, вы, наверное, знаете, да? Когда его спрашивали, а зачем тебе это нужно, вот это вот знать там и прочее, прочее. Он говорит, я сверяю свои поступки с 18 поколениями своих предков, их глаза смотрят на меня, и я думаю, прав я или не прав, поступая тем или иным способом. Это дисциплинирует как гражданина, как человека, и помогает воспитывать своих детей, и все идет, как говорится, на благо общества. С кем-то вы уже списывались, кто-то, какие-то организации вас поддержали? Да, значит, казаки города Рязани с руководством атамана Доценко, вот. А также администрация, ну, в лице некоторых людей города Рыбного, они по мере силы и возможности помогают двигать этот проект. Поэтому и называется медаль народная, потому что эта инициатива пошла из народа, и, конечно, если государство в лице Государственной Думы и лично Владимира Владимировича Путина поддержит эту идею, доработает ее, конечно, значит, и эта медаль в память о людях, которые погибли на этой или на той войне, или пропали без вести, будет вручаться их потомкам. Но я ставлю запятую, значит, после вручения потомкам, по мужской линии с правом ношения и передачи по наследству от отца к сыну. Аналогов такого у нас нет. Это как бы материальная такая, ощутимая, она с правом ношения. А если без права ношения, то она может как память оставаться и передаваться из поколения поколения, значит, дочери, сыну, там, и прочее, прочее. Какие планы у вас на будущее? Ну, план такой. Во-первых, нужно доработать нагрудный знак, который будет вручаться матерям и отцам, которые, ну, по-разному же складываются в жизни, которые потеряли своих дочерей и сыновей. Потому что, как Николай Носков писал, они ни среди мёртвых, ни живых. И сердце матери будет ждать его всегда, до последнего вздоха. Поэтому он не мёртвый, он для неё живой. Поэтому вот такой вот знак разработан. А это 1941-1945 год, мы сказали. А ведь ещё, мы планируем ещё пять по периодам. Это война 1914 года. Это знаменитая атака мертвецов. Знаете, наверное, значит, когда 50, чуть больше 50 человек наших воинов после атаки хлором, выплёвывая лёгкие, с криком «Ура!» обратили в бег со многотысячную полчищу австрийской армии. В мировой практике она получила название «Атака мертвецов». Это беспримерное мужество людей. И нам нужно гордиться и помнить о них. Спасибо. И на сегодня это всё. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире.